дорогие друзья здравствуйте я думаю что многие из вас обратили внимание на рекламу которая идет по нескольким каналам на нашем телевидении где на фоне одной картины две девушки спорят что же там изображено боль или спазм рекламируют лекарство спазмолгон на самом деле этот шедевр называется крик и принадлежит он норвежскому художнику эдварду мунку крик это серия картин созданной в промежутке между 1893 и 1910 годами на них изображена кричащие в отчаянии человеческая фигура на фоне кровавого красного неба и крайне обобщенного пейзажного фона в 1895 году мунг создал литографию на тот же сюжет крик одна из самых заметных модернистических работ в мире на страницах своего дневника эдвард мунг так описывает источник своего вдохновения я шел по тропинке с двумя друзьями солнце садилось неожиданно небо стало кроваво красным я приостановился чувствуя изнеможение и оперся о забор я смотрел на кровь и языки пламени над синевато черным фьордом и городом мои друзья пошли дальше а я стоял дрожа от волнения ощущая бесконечный крик пронзающий природу мунг действительно увидел как небо загорается эта картина отражает мистические переживания художника в 1883 году произошло мощное извержение вулкана на острове крокотау в индонезии частички лавы покрыли весь земной шар приведя к дифракции света одним из последствий стали отблески на небе и бордовые закаты которые наблюдали жители картина мунг тоже течет словно лава обезумевший цвет вращается во всех направлениях небо охваченное красным слишком тяжелое нужно заткнуть уши и кричать пока не оглох ниша от собственного крика чтобы это исчезла и оказалось не более чем кошмаром другие люди там на мосту ничего не заметили это немыслимо оранжевые перила моста пересекают картину как лезвие шпаги сегодня этот мост бесконечен надо бежать пока пейзаж не изменился до неузнаваемости но земля уходит из под ног от страха отнимаются ноги человек держит голову руками пытаясь схватиться за самого себя его тело уже не имеет формы теперь он не что он похож на мертвеца если он чуть сильнее прижмет ладони к ушам его зеленоватая голова не выдержат сминаясь подобно глине скоро это случится не останется ничего кроме мертвой материи его тело больше не обладает реальностью он отдал свою сущность окружающему миру ничто не предвещает зрелищной развязки нас ждет лишь исчезновение мира он растворится и утечет цветные волны не собираются останавливаться сгущая и обездвиживая пейзаж этот человек пленник мира мир вбирает себя и переваривает невозможно передать что он переживает реальность отступает как море во время отлива и в руках не остается ничего кроме ужаса и тоски впервые крик тогда еще под названием отчаяние был представлен публике на берлинской выставке в декабре 1893 года он завершал собой небольшую серию картин под названием любовь помимо крика в нее вошли такие картины как голос поцелуй и ревность документировавшие рождение расцвет и гибель любви и приходящие следом отчаяние выставка была встречена непониманием и получила преимущественно негативные отзывы от критиков крик это величайший шедевр которому необходимо уж если не прикоснуться то просто обязательно увидеть своими глазами сейчас картина находится в национальном музее в осло в норвегии а я хочу обратить ваше внимание на книгу из нашего фонда который написал атлинес писатель историк искусствовед где он описал подробно жизнь и творчество эдварда мунка эдвард мунк предстает перед нами во всем блеске своей творческой мощи и со всеми своими человеческими слабостями автор проникновенно пишет о радостях и невзгодах которые выпали на долю мунка о нелегкой борьбе за признание о падениях и триумфе а тех с кем он дружил и в ком находил поддержку и конечно о его любви и страхе перед любовью которые для мунка неизменно ассоциировалась с утратой дорогие наши слушатели я думаю вам была интересная история одного шедевра картинный крик эдварда мунка а я благодарю вас за внимание до следующей встречи мунка а